Сегодня мы будем говорить о Гавриэле Романовиче Державине. Многих, конечно, может удивить, что мы взяли эту фигуру из далекого прошлого. Действительно, Державин родился в 1743 году, примерно за 50 с лишним лет до Пушкина. Но, тем не менее, и жалко, кстати, сказать, что современный человек, современный читатель мало что знает об этом поэте. И не только поэте, а государственном деятеле. Дело в том, что Державин, который начал с простого солдата службу свою в армии и прошел все испытания, которые падают на долю солдата, не просто по армейским уставам, но и в жизни тоже. Молодой Державин – это куляка, игрок в карты. И была у него одна поэтическая обязанность. Дело в том, что он жил в одной квартире с солдатами, крепостными крестьянами. И, оказывается, в то время солдатам разрешалось жить в казарме со своими женами. Ну, естественно, что русский солдат, как всегда, это был человек крестьянский. И жены, постепенно приглядевшись к Державину, стали просить его писать письма своим родным в деревню, поскольку он человек грамотный, да и изъясняется, как они считали, красиво. Вот и Державин исправно исполнял эту должность и писал эти письма довольно часто. Я хочу сказать, что Державин – это, может быть, первый русский поэт великий, который поднялся с самого низа. Это очень важно, потому что последующие поколения поэтов выходили из или известных, или обеспеченных весьма дворянских семей. Державин тоже был дворянин, или, как пишут об его отце и матери, что они были мелкопоместные дворяне. Что это значит? Значит, что у них были маленькие деревеньки, в которых насчитывалось больше, едва больше десятка душ крепостных. И вот Державин, начав с самого низа, поднимается до самого верха. По существу история жизни Державина – это история России, начиная со середины XVIII века и кончая XIX веком. Державин Державин дожил до 1816 года. Это был последний год его жизни. При нем он родился при Елизавете Петровне, дочери Петра, которая правила Россией. Дальше на престол взошел Петр III, ее племянник, наполовину немец, наполовину русский. Наконец состоялось свержение Петра III, и на трон взошла Екатерина II, жена Петра III. После Екатерины Державин жил и служил при Павле I, и, наконец, при Александре I. Вот видите, сколько, около пяти царей пережил Гавриил Романович. И, конечно, история России вошла не только в его сознание, но и в его поэзию. Вы знаете, существует и не случайно мнение, что Державин – это не один лирический голос, а это хор голосов, причем мощный хор, который звучит даже не в стенах какого-нибудь собора или церкви, а звучит на воле и слышен во всей России. То есть такой, он слышит шум водопада, падающего с высокой высоты, атаку русских солдат под Измаилом, которые отбили у турков. То есть шум, гром и вот этот величественный хор, который присутствует в поэзии Державина. Дело в том, что тогда Россия одерживала немало побед, и Державин был певцом не только русских полководцев, таких как Румянцев, Голицын, наконец, Суворов, но и прежде всего русского солдата. Вот это замечательная черта Державина, которая едва ли повторится потом в русской поэзии. Это объясняется его детством, его происхождением, его вот этим ростом снизу жизни наверх. Я сейчас прочту вам одно стихотворение, которое, может быть, противоречит тому, что я сказал. То есть звучанию мощного хора многих голосов. Кстати, Державин написал знаменитое стихотворение «Гром победы, раздавайся», который был неофициальным гимном России. А я хочу прочесть вам стихотворение, которое не просто, то есть не опровергает то, что я сказал, но говорит о Державине, то, что это стихотворение отличается, конечно, от этого громокипящего эхо, которое исходит от поэзии Державина. Да, вот оно. Это стихотворение написано по поводу кончины первой жены Державина Екатерины Яковлены. Ее фамилия девическая была Бастадион. У нее была датская кровь и русская. Это была первая жена, которую Державин очень любил, и он дал ей имя Пленира. Вообще, если разобраться в корне слова «пленительная женщина», «пленира», это, конечно, женщина, которая взяла человека, полюбивший его, в плен ее. Пожалуйста. Уж не ласточка сладкогласная, дымовитая, созастрехи, ах, моя милая, прекрасная, прочь отлетела, с ней утехи. Несияние луны бледное светит из облака в страшной тьме. Ах, лежит ее тело мертвое, как ангел светлый во крепком сне. Роют псы землю, в круг завывают. Воет и ветер, воет и дом. Мою милую не пробуждают. Сердце мое сокрушает гром. О, ты, ласточка, сизокрылая, Ты возвратишься в дом мой весной. Но ты, моя супруга милая, Не увидишься век уж со мной. Уж нет моего друга верного, Уж нет моей доброй жены, Уж нет товарища бесценного. Ах, все они с ней погребены. Все опустело. Как жизнь мне свести, снести? Зельная меня съела тоска. Сердце, души половина. Прости, скрыла тебя кровавая доска. Вот такое лирическое стихотворение, Пронзительное, Со строк которого вырывается, Действительно редко случающаяся в мире любовь. Есть еще несколько стихотворений, Посвященных этой женщине. Я не буду их читать. Но это было счастье Державина, Которое длилось 16 лет. Екатерина Яковлевна умерла, Когда ей было 34 года. Молодой. Вот отсюда такая скорбь и плач Державина, Любимой женщине. Это стихотворение пробивает дорогу К русской лирической поэзии, В том числе и любовной поэзии. И трудно представить русскую поэзию Без предшествующего ей Державина. Я начал рассказывать о том, Как появился на свет Гавриил Ирманович. Это кратко надо обязательно сказать. Он родился в июле 1743 года В селе Сокурово, Лаишевского уезда Казанской губернии. Теперь это Татарстан, как известно. И семья, я повторяю, была бедная. Отец его, Роман Николаевич, Был секунд-майор. Секунд-майор – это чин в армии, За которым следует капитан. Он начинал свою службу при Петре Первом еще, Роман Николаевич. Ну, когда они встретились с будущей матерью Державина, А ее, кстати, звали Фекла, И фамилия была Козлова. И она была вдовая, но бездетная. Ну, вот он ее полюбил, Они поженились, И Державин был первый ребенок. Было еще двое детей, И его брат и сестра, Которые жили недолго. Когда умер отец, Семья не могла даже заплатить долги, Нажитые при нем. Всего 150 рублей. Пришлось вдове ходить по чиновникам И просить о помощи. Державин в это время был с ней. Когда умер отец, Ему было 11 лет. Естественно, что он еще не сумел Войти в такие отношения сына и отца, Которые потом делают во многом Человека похожим на своего родителя. Короче говоря, целый ряд унижений, бедствий Пыталась мать пригласить каких-то учителей. Наконец, Державина устроила на Казанскую гимназию. Но Казанскую гимназию Державин не успел окончить. Его взяли в армию. Повторяю, простым солдатам. Раньше существовало такое правило, Когда дворяне отдавали своих младенцев Уже как бы в армию. То есть им начислялись чины По мере их роста. С Державином это не случилось. Из армии, то есть из обыкновенного полка Державина переводит в гвардейцы Преображенского полка. Как известно, это самый близкий Государю полк. Его создал Петр. И вот представьте себе В этой должности Державин Сразу, почти сходу Участвует в большом историческом событии. Он участвует в свержении Петра Третьего. Ведь гвардия именно подняла бунт И смела этого императора, Которого, собственно говоря, Мало кто любил. Державин участвовал в этой Ну, как бы сказать, Операции на современном языке По устранению нелюбимого императора. И даже видел, как Петр Третий Садился в карету и уезжал, Уже отрекшись от престола. Конечно, то, что гвардия Подняла Екатерину И поставила ее на престол Означало Ее особое отношение К этому роду войск. И Державин Постепенно получает чин Подпоручика, потом Поручика, становится Офицером И здесь В 1773 году Ему приходится участвовать В еще более крупных событиях Русской истории. Я имею в виду Пугачевское восстание. Пугачевское восстание, Как известно, обрело Невиданный Да то ли масштаб. За Пугачева Ушло много людей. У него была Многотысячная армия. Его Место Точнее То Та область в России, Где он начал действовать, Она прилегала К Волге. Хотя Это была Река Яек. Он был Яицкий Казак. А Яек Потом После восстания Был переименован В реку Урал. Одним словом Пугачев Шел Победно И брал Города. И когда Екатерина Поняв Опасность Этого Восстания Назначила Командующими Русскими Войсками Генерала Бибикова Державин Явился К нему И попросился На службу Для подавления Восстания Бибиков Сказал ему, что Штат уже набран Но Державин Остался И когда он с ним Поговорил Он понял, что Державин Более чем Кто-либо Нужен ему Почему? Потому что Державин Прекрасно Знал Эти земли Собственно Родившись На берегу Волги И надо Сказать, что Он Доблестно Исполнил Свои обязанности Он Составлял Докладные Записки По составу То есть Восставших Войск Карты Местности Где должна Действовать Русская Армия И так далее И так далее Его даже Посылали На поимку Пугачева Долго Рассказывать Об этом Не буду Пугачев Был Разбит Кстати Сказать В этой Войне Против Пугачева Участвовал И Суворов Взят В плен Закован Кандалы И вот В таком Виде Державин Его Увидел Старое Наше Литературоведение Или История Я имею Ввиду Уже Наш 20-й Век Она Толковала Пугачевское Восстание В жизни Державина Как решающее Оказавшее Влияние На его Сознание Мировоззрение И так сказать На Нелюбовь К власть Имущим Это не так Державин Был Верноподанный И верный Солдат Государя Конечно Назвавший Назвавший Себя Петром Третьим И Претендовавшим По существу На престол Не мог быть Ему Не то что Близок Да Даже Ну как бы Возможен Ну может быть Ученические То есть Природа Назначает В Сенат Он становится Сенатором И сразу же Вступает Противоречие С влиятельными Людьми Этого Этого Учреждения Вот надо Сказать Что Характер Державина Такой Вспыльчивый Вспыльчивый Особенно Минуты Когда он Видел Несправедливость Нечестность Воровство Казнократство Сказалось На его Служебной Карьере Безусловно Но это Придало Силу И его Стихам Вот я Хочу Вам Прочесть Стихотворение Называется Оно Властителем И Судьем Написано В 1780 Году То есть Державина Было Уже Оно Сорока Восстал Всевышний Бог Досудит Земных Богов Восонми Их Доколи Рек Доколь Вам Будет Щадить Неправедных И злых Ваш Долг Есть Сохранять Законы На лица Сильных Не взирать Без помощи Без обороны Сирот И вдов Не оставлять Ваш долг Спасать От бед Невинных Несчастливым Подать Покров От сильных Защитить Бессильных И сторнуть Бедных Из оков Не внеблют Видят И не знают Покрытым Сдою От часа Злодействы Землю Потрясают Неправда Зыблет Небеса Цари Я мнил Вы Боги Властны Никто Над вами Не судья Но Вы Как Я Подобно Страстны И Так же Смертны Как Я И Вы Подобно Так Падете Как Сдрев Увядший Лист Падет И Вы Подобно Так Умрете Как Ваш Последний Раб Умрет Воскресни Боже Правых Их Молению Внимли Приди Суди Карай Лукавых И будь Един Царем Земли Это Стихотворение Было Набрано Типографии Но Не Напечатано Его Цензура Сняла Слишком Прозрачный Намек На Тех Стоящих Над ним Властителей Который Державин В этом Стихотворении Называет Своим Именем Именем Людей Неправедных И Невидящих Бедных И Невинных Надо Сказать Что Почти В это же Время Державин Пишет Свою Знаменитую Оду Филица Я не буду Ее читать Конечно Она Большая Но Эта Ода Обращена К Екатерине Второй Надо Сказать Что Державин Относился К этой Императрице С надеждой Что Она Исправит Непорядки В России Что Она Отставит От Трона Казнокрадов Листецов И Других Людей Замешанных Недобрых Делах Он Даже Называл Ее Ангелом Спустившимся С неба Известно Эта Ода Была Принята С Большим Одобрением Екатериной И Позднее Александр Сергеевич Пушкин Строку Которого Мы знаем Старик Державин Нас Заметил И в гроб Сходя Благословил Говори Говоря О Державине Делал ударение На Слове Лесть Что Державин Льстил Льстил И Истил При Всем При Всей Любви К Пушкину И Преклонению Перед Ним Трудно Согласиться С ним Потому Что Это Написано Пушкиным В 1825 Году Он еще Был Молод Он еще Не написал К леветникам России Он не написал Бородинской Годовщины Он не написал Стихи Это относится К царю Лесть Державина Он говорил Тот Кто Льстит Богу Не Подлец И И тут Сюжет Нашей Лекции Подводит Нас Может быть Главному Сочинению Державина К Оде Бог Бог Я скажу Никоим образом Не упрекая Русских Великих Поэтов Не ставя Им в укор Того Что Такой Оды После Державина Не написал Никто Эта Ода Написана В 1784 Году 41 год Державина Как она Зародилась Однажды Вот Пасхальный Заутриня Державин Стоял В церкви Молился И Вдруг Ему Пришли Первые Строки Этой Оды И Он Писал Ее Долго Писал Несколько Лет И Когда Она Появилась Представьте Себе Русскую Литературу 18 Века Все Таки В стране Стоящей Как бы В стороне От Цивилизованного Так называемого Запада Где уже были Большие Поэты Такие Как Данте Например Эту Оду 18 Раз Перевели На Французский Язык 9 Раз На Немецкий Кстати Державин Владел Немецким Языком И И И Испаны И Швеция И Другие Страны Европы Перевели Эту Оду Что Он Хочет Чтобы Его Жизнь Продолжилась Пусть Там На Небесах Как Говорят Но Для этого Нужна Воля Божия Нужно Существование Бога И Поэтому Собственно Говоря На Земле Появилась Религия Христианская Религия Я ее Имею Ввиду Вот Державин Который Писал Стихи Где Прославлял Кружку Питие Русского Человека Который Писал О Буднях Русского Солдата Вообще Русских Людей И Сам Хорошо Помнил Как Протекало Его Детство Подымается С Земли Действительно В небо В этой Оде Вот это Сочетание Земного Бытового И Небесного Высшего Непонятного И Которого Которого Человек Хочет Понять Есть В этой Оде Вот что он Пишет о Боге О И Причины Которого Никто Пишет О Откуда Свет Истек Создав И Все Единым Словом В Творение Простираясь Новым Ты Был Ты Есть Ты Будешь Век Ты Цепь Существ В себе Вмещаешь Ее Содержишь И Живишь Конец С Началом Сопрягаешь И Смертью Живот Даришь Как Искры Сыплются Стремятся Так Солнце От Тебя Родятся Как В Мразный Ясный День Зимой Пылинки И Не Сверкают Вертятся Зыблются Сияют Так Звезды В Безднах Под Тобой И Наконец Он Переходит К Самому Себе То есть К Своему Уже Очень Личному Отношению Понятию Бог Как Капля В море Опущенно Вся Тверть Перед Тобой Сия Но Что Мно Зримая Вселенная И Что Перед Тобою Я В Воздушном Океане Оном Миры Умножа Миллионом Стак Крат Других Миров И То Когда Дерзу Сравнить С Тобою Лишь Будет Точкою Одною Я А Я Перед Тобой Ничто Ничто Но Ты Во Мне Сияешь Величеством Твоих Доброт Во Мне Себя Изображаешь Как Солнце В малой Капле Вот Далее Тебя Душа Моя Быть Чает Вникает Мыслит Рассуждает Я Есмь Конечно Есть И Ты Вот Представляете Довольно Смело Он Пишет О Боге Что Человек Его Рождение И Существование В мире Это Есть Доказательство Существования Бога Ты Есть Природа Чин Вещает Гласит Мое Мне Сердце То Меня Мой Разум Уверяет Ты Есть И Я Уж Ничто Частица Целой Я Вселенной Поставлен Мниться Мне В Почтенной Среди Неестества Я Той Где Кончил Тварей Ты Телесных Где Начал Духов Ты Небесных И Цепь Существ Связал Со Мной Это Величественная Ода Прогремевшая Конечно Просвещенных Слоях России Русских Читателей Это Это Вершина Поэзии Державина Безусловно И Мы Должны Вести Отчет Его Поэзии Его Стихам От Этой Оды Она Как Высокий Холм Возвышается А за ней Идут Другие Холмы Но Кажется Этой Высоты Не Достиг Ше Продолжу Я Рассказ О Судьбе Державина Повторяю Он Трудится В Сенате Потом Его Назначают Президентом Коммерц Коллегии Что это Такое Это Учреждение Которое Ведает Таможней И торговлей С Иностранной С Иностранными Державами Везде Он Добросовестно Исполняет Свою Должность Это Замечает Императрица И Продвигает Державина Хотя Надо Сказать Что Знакомство Уже Личное С Державином Оно Началось Заочно Когда Появилась Ода Фелица Фелица Это В переводе Означает Счастливая Вот Гоголь Например Жил В Риме На улице Феличи Это Тоже Счастливая Это Заочное Знакомство Означалось Тем Что Екатерина Названная В этой Оде Киргиз Кайсадской Царевной Посылает Ему Подарок Подарок Шкатулка С бриллиантами И 500 Червонцев Это Был Ее Царский Дар Который Вызвал Зависть У многих Высших Чиновников В том Числе В Сенате Но Затем Державин Входит Во дворец Конечно Екатерина Женщина Умная И Наблюдательная Заметила Вот этот Нрав Державина Нрав Такой Неисправимый Наверное Даже Когда Человек Стоящий Перед тобой Хочет Только Правды Правды И Правды Как мы знаем Не все цари И Даже Не любят Правду Они Может Понимают Что Произносящие Эти слова Правда Человек Говорит Искренне И так И есть На самом Деле Но Правила Света Правила Государства Управление Государством Ведет К Деформации Вот Такого Отношения К Несправедливости И Неправде Приходится Считаться С тем Что Тебя Окружают Люди Отнюдь Не идеальные А люди Которым Свойственно Все Человеческое В том Числе И И И И Значит Так Державин В 83 году 1783 Году Становится Членом Русской Академии Это Конечно Следствие Оды Филица И Представьте Себе Он Участвует В составлении Издания Первого Русского Толкового Словаря Который Предшествует Знаменитому Словарю Толковому Даля В 1784 Году Екатерина Посылает Его Волонец Наместничество Ну Короче Говоря Современную Карелию С Центром Петрозаводским Она Назначает Его Губернатором Этого Наместничества Но Почему Называется Наместничеством Наместничеством Потому что Над Губернатором Стоит Еще Наместник Позже Таких Наместников Стали Называют Генерал Губернатор То есть Его Ведни Находится Не одна Губерния А Несколько И здесь Петрозаводский В глухом месте Среди лесов И озер Державин Не теряется Вот Казалось бы Поэт Человек Улетающий Мыслью Далеко От земли Человек Который Живет Чувствами Любовью И сочинением Стихов Оказывается В такой Прозаической Должности Как Губернатор Да еще Под началом Наместника Тем не менее Державин Берется За Дело И Открывает Петрозаводский Во-первых Он уточняет Границы Этого Наместничества Аланецкого Границ со Швецией Затем Он Открывает В Петрозаводске Больницу И аптеку И Народное Училище Наместник Наместник Разбухший От богатства И самодовольства Тутомлин Такой Не ведет Дел И Державин Один По существу Представляет Царскую Власть В этом Далеком И Захолустном Крае И Он Совершает Поездку По Аланецкой Губернии Державин Две тысячи Километров Проходит То пешком То на лошади То на лодке Дорог не было Вот так он Передвигался Чтобы обследовать Подведомственно Ему Российскую Землю Державин Даже вышел На ледовитый Океан И на лодке Пытался Подойти К Соловецким Монастырь Островам Но Поднялась Буря Они Чуть не Погибли Потом Пристали К какому-то Камню Спаслись То есть Державин Обнаруживает В себе Задатки Серьезного Государственника Человека Который Думает Не о своем Благе Не о Своей Выгоде Своем Возвышении И так далее А О Благе Близ Рядом Живущих И это Навсегда Останется В нем Конечно Конфликт С наместником Привел К тому Что Державин Был Отставлен От должности И уже В 1786 Году Отправлен Губернатором В Тамбов Тамбовскую Губернию Там тоже Было Наместничество Вельможа Некий Гудович Владел И Тамбовской Губернией И Рязанской Одновременно И Как предыдущий Наместник Он Ничего Не делал Державин Был обречен Самостоятельно Решать Все Нужды Народа На этой Земле Не было Дорог Он построил Дороги В Тамбове Он Расчертил Границы Города Который Был По существу Поселком В то время Он Вот это Его Дела Он Открыл Несколько Народных Училищ Открыл Театр В Тамбове Сначала Это был Театр Который Составляли Самодеятельные Актеры В здании Которые Занимал Губернатор То есть В доме Где жил Державин И Екатерина Яковлевна Его жена Там Делались Представления Это было Начало Тамбовского Театра Который Положил Державин 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 добился Что ему Были Присланы Машины И он Открыл В Тамбове Типографию Которая Которая Печатала Газету Тамбовские Известия Кроме этого Он Основал Сиротский Дом Богодельню Больницу И даже Преступников Которые Содержались В земляных Камерах Погибали Там Он Построил Тюрьму Которая Все-таки Соответствовала Проживанию Человека В Тамбове Он пробыл Два года Надо сказать Что до сих пор Тамбове Помнят Державина И недаром Поставили ему Там Памятник И я Вот Разговаривал С несколькими Людьми Которые Родились Тамбове Они Говорят Боже мой Да как же Там и улица Державина И все Помнят Державина И город Спланирован По Карте Которую Составил Державин Наконец В 1791 Году То есть Вот Представьте себе Поднимаются Солдаты Становится Кабинет Секретарем Екатерины Второй Кабинет Секретаря Это Должность Требующая Присутствия Во дворце И Докладывать Императрице В частности Державин Должен был Принимать Прошение Разбирать Жалобы И так далее Всего было Восемь Кабинет Секретарей И вот Одним из них Был Державин Но если Другие Занимавшие Эту Должность Удерживались Подолгу То Державин Продержался В ней Два Года Разговоры С Императрицей Часто Раздражавшие Ее Именно Тем Что Державин Обнаруживал Язвы В управлении Российским Государством В частности Он Разоблачил Перед Екатериной Обер Прокурора Сената Некого Вяземского Который Должен был Поставлять Государине Отчет О доходах Российской Империи И он Сознательно Занижал Этот Доход С тем Чтобы Когда Государству Становилось Трудно Он Как Благодетель Приносил Эти Деньги Екатерина Была Расположена К Державину Она Понимала Масштаб Этой Личности Но Она Не могла Долго Присутствовать При Постоянных Разоблачениях И требований Наказаний Для тех Кто Совершил Преступление Она Повторяю Должна Была Считаться С тем Что Ее Окружают Люди Которые Используют Государственную Казну Своё Положение Свою Близость К императрице Для Своей Собственной Выгоды Приходилось Это Терпеть И Державин Который Нарушал Ее Терпение В конце Концов Вынужден Был Уйти С этого Поста Но Если Продолжать До конца То Скажу Что Конечно Екатерина Скончалась В 1796 Году К власти Пришел Павел Первый Державин С ним Ладил Но Когда Павел Отдавал Неисполнимые Приказы И Вел Себя Он Тоже Был Горяч И Вел Себя Непочтительно Державин Дал Ему Понять Что С ним Так Разговаривать Нельзя Ну И Павел Первый Отослал Его В Сенат Сиди Там Смирно Я За тобой Погляжу Говорил Он Ему Ну Смерть Павла Первого Была Воспринята Державином Как Многими Не Просто Царедворцами Жителям Петербурга Ну И Вообще Людьми Слышавшими Хотя Б Императоре Павле Первым Когда Он Скончался Державин Написал Стихи Стихи Умолк Рев Норда Сиповатый Норд Это Север Ну Россия Так Скать Это Страна Северная По сравнению С Европой И Он Имеет Ввиду Императора России Павел Был Горяч Но Справедлив Сейчас Наша Историография Открыла Глаза Читателю Интересующемуся Историей Конечно Глаза На этого Властителя И он Выглядит Совсем Иначе В этих Работах И Книгах Которые Посвящены Ему В частности Вот у меня Здесь есть Книга Знаменитого Поэта Владислава Ходосевича Называется Она Державин Действительно Это Замечательная Книга О Державине Которую Ходосевич Писал Примерно Так В 13 1913 Году Многие Конечно Нынешние Историки Черпают Из этой Книги Потому что Она Полна Документов Фактов И я Удивляюсь С каким Турдом Ходосевич Добывал Эти Материалы О Державине Приходит К власти Александр Первый Рождение Которого Державин Воспел В воде Еще Давно И Назначает Державина Министром Юстиции То есть Самой Казалось бы Такой Праведной Отрасли В Министерствах Юстиция Должна Карать Неправедных Ну Конечно Державин Ведет Себя Соответственно Тому Как он Вел До сих Пор И Проработав На этой Должности Сколько Он Пробыл Сейчас Скажу Вам Один Год Он Был Как Написано При указе Царя Уволен Ото Всех Дел С 1803 Года Державин Становится Свободен От Государственной Службы У него Даже Есть Стихотворение Которое Называется Свобода Где Он С радостью Сообщает Что Он Свободен От От Общения С теми Людьми Которые Ему Неприятны И Которых Надо Бы Отставить От Государственных Должностей И так Далее Он Проводит Время В своем Доме В Петербурге На Который Большой Дом На Фонтанке Принимает Там Гостей А потом Его Вторая Жена Дьякова Такая Кстати Бывшая Приятница Его Первой Жены Покупает Имение Званка Новгородской Губернии И там Державин Поселяется Но я Вам все-таки Хочу Сказать Вернее Показать Как Державин Пишет О русском Солдате Везумий Пламя Изрыгает Столб Огненный Во тьме Стоит Багрово Зарево Зияет Дым Черным Клубом Вверх Летит Краснеет Понт То есть Море Ревет Гром И так И так Далее Это Песнь Во славу Русского Солдата И во славу Величия России Вот Я хочу Вам Прочитать Что Гоголь Писал О Державине Сравнительно Сравнительно С другими Поэтами Писал Гоголь У него Все Глядит Исполином Его Поэтические Образы Не имея Полной Окончательной Пластической Как бы Теряются В каком-то Духовном Очертании И оттого Приемлют Еще Более Величие Все У него Крупно Слог У него Так Крупен Как Ни у Кого Из Наших Поэтов Он Как Невозделанная Громадная Скала Перед Которой Никто Не может Остановиться Не Будучи Пораженным Это Слава Гоголя Я Хочу Вам Прочесть Еще Одни Стихи Державина Которые Составляют Славу Его Поэтическую Называется Это Ситворение Водопад Оно Появилось Когда Державин Увидел Водопад Кивач Будучи Оланецким Губернатором Вот что Он пишет Я Прочту Только Начальные Строки Алмаз Алмазно Сыплется Гора С высот Четырьмя Скалами Жемчугу Бездна И Сребра Кипит Внизу Бьет Вверх Буграми От Брызгов Синий Холм Стоит Далече Рев В лесу Стоит Это Громадное Явление Природы Которой Державин Стоял Очень Близко Должен Сказать Что В его Стихотворениях Пейзаж Ну Не стираем Его невозможно Не запомнить Так Необычные Ослепительные Краски Которыми Пользуется Державин Изображая Жизнь Природы Это Большое Его достоинство Которое Нельзя Об этом Забывать Стихотворение Водопад Одно из лучших Его стихотворения Он пишет О русских Девушках С такой Любовью Об их Нарядах В жизни Державина Был Человек С которым Он Подружился И этот Человек Был Александр Васильевич Суворов Суворов Был Так же Как и Державин Нетерпим Колести К поклонам Перед Вышестоящими И когда Его поместили В Таврический Дворец Он Спал На соломе Это Восхищало Державина И вот Суворов Умер Державин Был у него Накануне Смерти И Суворов Спросил Его Что же Ты Напишешь На моей Могиле Какую Эпитафию Державин Ему Ответил Здесь Лежит Суворов И Действительно Если Побывать В Александровской Невской Лавре В Петербурге То В полу Церкви Похоронен Суворов Можно Проходить По этому Полу И даже По надписи Здесь Лежит Суворов Она Принадлежит Державину У Державина В клетке Был Снегирь И Он Знал Одно Колено Военного Марша И Все Риме Пел Его Когда Умер Суворов Державин Написал Стихотворение Снегирь Замечательное Створение Что ты Заводишь Песню Военную Флейте Подобно Милый Снегирь С кем Мы пойдем Войной На Гиену Кто Теперь Вождь Наш Кто Богатырь Сильный Где Храбрый Быстрый Суворов Северный Громы В гробе Лежат Кто Перед Ратью Будет Пылая Ездить На Кляче Есть Сухари В Стужи Знои Меч Закаляя Спать На Соломе Бдеть До Зари Тысячи Воинств Стен И Затворов С Горстью Россиян Все Побеждать Быть Везде Первым В В мужестве Строгом Шутками Зависти Злобу Штыком Рок Незлагать Молитвой И Богом Скипт Родовая Зваться Рабом Доблести Быв Страдалец Единых Жить Для Сарей Себя Изнурять Нет Теперь Мужа В свете Столь Славно Полно Петь Песню Военную Снегирь Бранно Музыка Днесь Незабавно Слышен Отсюду Томный Вой Лир Львиного Сердца Крыльев Орлиных Нет уже С нами Что Воевать 1800 Год Еще Об одном Событию Жизни Державина Я хочу Сказать В 1815 Году В Царско-сельском Лицее Проходил Экзамен Очередной Очередной Экзамен Лицеистов Которые Переходили Из одного Класса В другой Державина Пригласили На этот Экзамен Он сидел За столом Как Сейчас бы Сказали В президиум И Вяло Слушал Ответы Учеников И вдруг Перед ним Появился Мальчик Кудрявый Это был Александр Сергеевич Пушкин Юный Еще И он Начал Читать Воспоминания О царском Селе Стихи Торжественные Державинские Стихи В которых Чувствуется Величие Победы Над Наполеоном Державин Проснулся Ему было 72 года Тогда Проснулся Стал слушать Поднялся Руку Над головой Пушкина Протянул Хотел Его Обнять Но Пушкин Убежал От стеснения Его Не могли Найти Державин Вернувшись Домой Написал Лицей Экзамен Пушкин То есть Он Запомнил Это Навсегда Навсегда Нашего Нашего Любимого Он 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 Много Задумывался Я говорю Я говорю О себе Вот Начало Глагол Времен Металлозвон Твой Страшный Глаз Меня Смущает Речь Идет О Бое Часов Зовет Меня Зовет Твой Стон Зовет И Гробу Приближает Едва Увидел Я Сей Свет Уж Зубами Смерть Скрижащет Как Молнией Косою Блещет И Дни Мои Как Злак Сечет И Еще Из этого Сетворения Скользим Мы Бездны На краю Потом Тюча Буквально Повторит Эти Слова В Которую Стремглав Свалимся Приемлем С жизнью Смерть Свою На то Чтоб Умереть Родимся Без Жалости Все Смерть Разит И Звезды Ею Сокрушатся И Солнце Ею Потушатся И Всем Мирам Она Грозит Утехи Радости Любовь А князь Мещерский Был Гостеприимный Человек Где Купно Здравием Блистали У всех Там Цепеняет Кровь И Дух Метется От печали Где Стол Был Яст Там Гроб Стоит И Переходит Державин К себе Но Но так Мужество Пройдет И Вместе К славе С ним Стремление Богатств Тяжания Менет И В сердце Всех Страстей Волненья Придет Придет В череду Свою Падите Счастья Прочь Возможны Вы Все Применны Здесь И Ложны Я В Дверях Вечности Стою Ну Что же Эти Строки Сбылись Державин Действительно Стоит В Дверях Вечности Для нас Так Далеко Отстоящих От него И Кажется Забывших Его Наконец Я Прочту Последние Четыростиши Два Четыростиши Которые Державин Написал За два Дня До Смерти Он Скончался В имении Званка На берегу Волхова 1816 И Тоже В Июле Месяце Месяце Которого Он Родился Дело В том Что Державин Когда Начал Болеть Он Лежал На диване И Перед Ним Была Картина Таблица Река Времен Или Эплематическое Изображение Всемирной Истории Державин Задумал Написать Оду Которая Должна Была Называться Тленность Вот Опять Мысли О том Что Все Приходящее Но Есть Бог И Державин Говорил Кто Льстит Богу Тот Не Подлец Вот Это Два Четырести Ше Державин Написал О Спидной Грифельной Доске Мелом Река Времен В своем Стремлении Уносит Все Дела Людей И Топит Пропасть Забвения Народы Царства И Царей И Если Что И Остается Через Звуки Лиры И Трубы Все Вечности Жерлом Пожрется И Общей Не Уйдет Судьбы Это Начало Большого Стихотворения Которые Державин Не Смог Написать Скончался Он Семидесяти Трех лет Отроду В этом Имении Гроб Его Поместили В лодку Которая Поплыла К Волхову Кутынскому Монастырю Где Державин Был Который Он Очень Любил Этот Монастырь И Где Он Был Похоронен Надо Сказать Что Судьба Могилы Державина Была Переменчива Потом Его Прах С прахом Его Второй Жены Перенесли В Новгород В собор Похоронили Там А когда В 1941 Году Пришли Немцы В 1941 Году Пришли Немцы В Новгород Они Разграбили Собор Разметали И Останки Державина Были Вновь Перенесены В собор Хутынского Монастыря Там Он Похоронен Окончательно Когда Заходишь Новгородский Кремль То Невольно Останавливаешься Перед Памятником Тысячелетия России Который Извоял Скульптор Микешин На этом Памятнике Изображены Великие Полководцы Императоры Ученые И поэты Вот Среди Людей Литературы Среди Девяти Человек Всего В огромной Композиции Этого Памятника Своё место Занимает Державин Поклонимся Его памяти И постараемся Вернуться К нему Перечитать Его Чтобы Почувствовать Откуда Пошла Русская Поэзия Русская Литература А с нею И мы Воспитанные Ею Всё Продолжение следует... Продолжение следует...